Почти безлюдные трассы и никаких очередей у подъемников. Так сейчас выглядит один из крупнейших горновыжных курортов Грузии. При этом именно февраль-март в Гудаури считаются пиком зимнего туристического сезона, рассказывает Зураб, владелец ресторана и небольшой гостиницы. По его словам, отменять бронирование гости начали еще в конце февраля. По сравнению с прошлым годом, март сейчас практически пустой. В данный момент занято всего два апартамента. Еще ожидаем гостей из Словакии. Ну и пока все. Мы-то работаем интенсивно, но все равно аннулирование брони идет. Это уже Тбилиси, центр старого города. Место, где всегда шумно и многолюдно, независимо от времени года. Теперь же между пустующими кафе и сувенирными лавками прогуливаются лишь редкие туристы, которые не смогли вовремя отменить бронь. Я лично не боюсь коронавируса и всей вот этой шумихи, которая раздута в СМИ. Я считаю, что если уже суждено, то суждено. А если не суждено, то есть не вижу смысла изоляции. Страха как такового нет, но коронавирус предоставляет некоторые неудобства в плане того, что массовые мероприятия закрываются, отменяются. Мы покупали, допустим, билеты в театр за две недели. Мы пришли в назначенное время, сказали, что театр не работает из-за коронавируса. Также мы хотели попасть на концерт. Нинокатамадзе тоже за месяц купили билеты. И вчера пришло сообщение, что опять же все отменили и на неизвестный срок отложили. Из-за угрозы распространения коронавируса власти Грузии уже приостановили прямое авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией. По оценкам грузинских властей, в феврале из-за отмены авиасообщения только с Китаем и Ираном Грузия недосчиталась минимум 10,5 миллионов долларов. Впрочем, подсчитывать вероятный общий ущерб власти пока не берутся. А вот эксперты считают, что если коронавирус продолжит распространяться в мире в течение всей весны, то речь будет идти об убытках в сотни миллионов долларов. Для сравнения, за первые полгода туристического эмбарго со стороны России Грузия потеряла около 300 миллионов долларов. Уже почти на 80-90% сократилось число туристов только в Тбилиси. И ситуация ухудшается с каждым днём. Всё больше бронирований отменяются. Это очень большой удар для нас. Но мы очень надеемся, что с наступлением тепла распространение коронавируса пойдёт на спад. И уже в мае мы начнём работать с хорошей нагрузкой. По крайней мере, бронирования на май пока сохраняются. Только в Тбилиси с начала марта приостановили работу до 15 отелей. Сложной ситуацией оказались также турагентства, которые занимаются организацией не только внутренних, но и выездных туров, рассказывает Нино, глава одной из грузинских туристических компаний. Почти все бронирования в направлении Европы также отменяются. При этом грузинские туристы, которые планировали отдохнуть в Европе, терпят большие убытки. Все хотят вернуть свои деньги обратно, но поскольку нынешняя ситуация в ряде стран не считается форс-мажорным случаем, то гостиницы и авиакомпании отказываются возвращать деньги. Кроме некоторых исключений, которые почти все касаются Италии. Туризм – один из самых прибыльных секторов грузинской экономики. Потому в случае с Грузией коронавирус не только угроза здоровью граждан, но ещё и ощутимый удар по их благосостоянию. В сфере туризма работают десятки тысяч граждан. Власти страны признают, нынешний кризис для бизнеса стал шоковым. Ситуацию усугубляет падение национальной валюты. Потому с целью оказания помощи гражданам, занятым в сфере туризма, власти приняли решение освободить их до ноября от уплаты подоходного налога. Также будут отсрочены выплаты по банковским кредитам. Светом Чудляшвили Георгий Чумбуридзе. Настоящее время Гудаурит, Велеси, Грузия.